Также хотел благодарить Бога за эту неделю, поскольку неделя выдалась очень непростой, напряженной. Особенно в делах, в работе много такие качели, то хорошо, то плохо. Но я еще раз убеждаюсь, еще раз повторю, что очень хорошо, когда мы действительно берем Бога во все наши дела, не оставляем его только тут, а в наших сердцах и во все наши дела, то с ним гораздо проще, он не оставляет, помогает нам. И вот как обычно, когда неделя напряженная, к концу неделю, к пятницу, ты просто как выжатый лимон. И вот в эту пятницу я просто был конкретно без сил, проснулся так же, как говорится, не с той ноги. И ни настроения, ни сил, еще и погода неблагоприятная была. И вообще не было никакого желания даже идти, допустим, на молодежку. Но я уже как лидер молодежки не могу себе этого позволить. И надо угощать, ехать за едой в один край города, потом обратно. И не было вообще ни настроения, ни желания. Я просто в один момент остановился, помолился, говорю, Господь, пускай мое настроение, мое какое-то самочувствие не влияет ни на молодежку, ни на окружающих вокруг меня. Пусть она пройдет так, как ты этого хочешь. И действительно было ощущение чувства Божьего присутствия на молодежке. Была новая девочка, которая поначалу была довольно-таки закрытой, но потом так раскрепостилась, так раскрылась. И вся молодежь просто наполнилась энергией, наполнилась Духом Святым, этим Божьим присутствием, что прошло на ура, вот молодежь не даст соврать, что было очень хорошо, очень весело. Я благодарю Бога за это, что он действительно помог выйти из этого состояния, от такого какого-то апатии, без настроения и действительно провести молодежку так, как этого хочет Бог. Спасибо. Реально отдаваем и заряжаемся.